Эти яркие и веселые малыши с заводным танцем пока только начинающие актеры. Не исключено, что некоторые из них станут настоящими профессионалами, ведь они занимаются в Красной Звезде. Это не просто танцевальная студия, а настоящая история, причем не только нашего округа, но и всего Подмосковья. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Сфера культуры Одинцовского округа гордится дружбой и творческими проектами совместными с этим старейшим коллективом под руководством Марины Борисовны Ященко. Мы желаем роста, процветания, дальнейших побед коллективу на конкурсах и фестивалях. 30 лет как один день в далеком 93-м по инициативе маршала Советского Союза Игоря Дмитриевича Сергеева был организован детский танцевальный коллектив. Почти все эти годы его бессменным руководителем был Анатолий Божалкин. Говорит, за детей до сих пор всегда особенное волнение. Такой в возрасте трех лет пришла сюда и Ксения Антонова. Сегодня она уже сольная певица, но на этой сцене волнуется как в первый раз. Эмоции зашкаливают, ведь отсюда все и начиналось. Было очень много прекрасных моментов и красная звезда для меня это не просто было занятие. Это как вторая семья. Я не могу говорить. Родители не перестают благодарить бессменного художественного руководителя коллектива Марину Борисовну Ященко и всех педагогов за их каждодневный труд. Десять лет назад я сказал, что спасибо будут говорить вам поколение танцоров за то, что научили жить, не проживать, а быть актером. Здесь, в Красной Звезде. Сегодня Красная Звезда – это более 300 юных танцоров, сотни постановок, выступления и победы по всей стране и не только. Многие бывшие выпускники, уже приводят к Марине Борисовне своих детей. И это доверие – самое главное доказательство успеха. Я очень-очень надеюсь, через 10, 15, 20 лет вот эти вот детишки тоже придут и тоже скажут слова благодарности нам, педагогам, руководителям этой детской танцевальной студии. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».